Новосёлого Тайм Если вы слышите в свой адрес, или в ваших светлых головах рождается фраза в адрес других людей, не по возрасту, неважно что, не по возрасту, поведение, одежда, разговоры, мечты, иногда какие-то желания, не по возрасту, и что это для вас значит? Ты же мини-ёбку надела, молодец, и не иначе. Да, вот это вообще молодица. Молодица. Да, да, да. Вот что это такое? Напишите нам на плюс 7903-7976-333. Часто ли вы слышите это слово, или, может быть, вы сами его употребляете, и что вкладываете тогда в смысл данной фразы? Молодица действительно, вот это отвратительно. А бывает же ещё, ну как, ну тебе же не по возрасту, ну ты что, ты уже в таком возрасту, что майку такую одеваешь? Или волосы в розовый покрасил. Ты что, тебе же уже за 30. У тебя серьга в ухе, тебе больше 40. У тебя дети уже тоже с серьгами в ухе ходят. Какой кошмар вообще. У тебя внуки, а ты всё на танцы ходишь. Ужас. А вот это вот, ты зачем татуировку набил? Ты представляешь, как будешь выглядеть с ней в старости? Да. Вот это просто, вот это вот гениально. Ты в ночной клубке, я тебе в ночном клубе ещё, ты что, в твоём возрасте, да ты как? Ты не понимаешь, что ты дед, да, что ты дед среди молодёжи. Нет, вот с одной стороны кажется, что вот это всё больше, так скажем, к пожилому поколению относится. Ну вот как бы от них чаще всего мы слышим вот такую штуку. Но ты вспомнишь, что недавно мы новость рассказывали про то, что у зумеров появилось вот это определение анг, да? Да, да, значит, ант. Ант, да, которым они определяют людей, которым уже за 30, но они при этом одеваются, ведут себя как молодёжь, там подхватывают их словечки, в общем, это молодящийся такой дядька. Да. Вот интересная история, да, такое ощущение, что мы опять живём коленками назад, потому что мы сравниваем, вольно или невольно, на уровне полуосознанности, как выглядели, например, наши бабушки, да, в соответствующем возрасте, или как выглядели мамы. Угу. Нет, 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 она оказывается, что у неё внучка в школу пошла. Ну это очень хорошо, хорошо. И мне это вызывает такой восторг, такое вот ощущение, что мы все действительно молодеем, и, может быть, ВОЗ не так уж не прав, что дал нам лишних 30 лет. Лишних, не лишних, ой, хорошо сказал, да ещё 30 лет на то, чтобы оставаться молодыми при, наверное, очень разумном, правильном подходе к своему телу и к своей ментальности, к своим мыслям. И, может быть, прав наш Минздрав и депутаты Государственной Думы, которые на прошлой неделе, но всё-таки отказались превышать планку возраста молодёжи до 38 лет. Потому что они сказали, нет, рановато нам к молодёжи относить 38 лет. Рановато, значит, всё-таки это будет. Да, значит, это будет, да, конечно. Но у нас пенсионный возраст тоже будет. Я предлагаю сразу до 40, да. Да, я не понимаю, почему нет. Вы посмотрите на людей, которые, ну, стараются как-то держаться рамок питания, да, какого-то, не чизбургера с тортиком, да, и больше ничего, которые занимаются хоть какой-то физической нагрузкой, которые имеют какие-то увлечения, неважно, какие, бисером вышивают, там, цветочки пересаживают, собаками гуляют, всё, что угодно, да. Да, эти люди на самом деле, в 40, даже говорите смешно, это ещё юные люди, да, те, которые вовлечены в какие-то процессы. А те, которые не вовлечены, они в 25 могут выглядеть как очень пожилые люди. Выглядеть, я имею в виду, не внешне, а я имею в виду по отношению к жизни. Ну, смотри, ведь мы должны, мне кажется, в этой связи упомянуть роль современных технологий. Вот нам написали, в реальной жизни мне говорят это часто, а в сети я человек без возраста, веду себя как хочу, и мне так удобней. Вот, не кажется ли тебе, что иногда нахождение в виртуальном пространстве, оно тоже в каком-то смысле сказывается на то, как человек себя ощущает в плане возраста, и как его воспринимать. Ведь в сети, действительно, за ником мы не видим, кто находится, какой человек, но и ты, когда сам пишешь в сети, ты же можешь использовать, я не знаю, можно там по словам, я слышал, что по запятым, по знакам припинания всегда можно определить, да, человек более-менее какого поколения. Ну, тоже не всегда. Молодежь вообще не ставит их. Вот как бы зумеры вообще не пользуются, у меня ощущение, знаками припинания, да? Там просто вот такое предложение, а ты там сам разберешься, где паузу поставить. По развернутости текста. По тому, насколько текст в одной строчке уместился, сразу идет вот много-много смс-ок по одной фразе, да? Но это же тоже вот виртуальное пространство способствовало тому, что люди стали, ненавижу это слово, но чуть больше молодиться. То есть они стали себя дольше ощущать молодым человеком именно потому, что есть возможность где-то проявить себя вне зависимости от возраста, никто тебя не увидит. Мало того, тебя никто не оценивает, да? Именно с этой точки зрения исчезает этот оценщик, потому что мы же сразу воспринимаем человека в совокупности, да? Мы его видим, слышим, мы замечаем его движение, мы под него в любом случае подстраиваемся, как правило, да, если у нас хорошее общение. И в своем теле, в нашем теле он отражается по этой подстройке, а в сети этого нет. Никто не оценивает, сколько у тебя морщин, как ты сидишь, и болит ли у тебя спина, когда ты ходишь, или еще что-то такое. И поэтому проявляется, я бы, наверное, сказала истинное, да? Тот настоящий возраст. Настоящий возраст. Умство, ментальное. Ментальное. Вот насколько ты себя чувствуешь. Нравится тебе в чате, где молодежь? Ну, кайфово тебе с ними, да? Я слово знаю теперь. Вайп плюс. Рип минус. Вот так вот. Так, давайте-ка прервемся. Плюс семь девятьсот три, семь семь девятьсот. У меня тоже вопросики есть. Шесть три, 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 координаты прямого эфира. Послушаем БОИ. Love Chains. Раньше были стандарты на определенный возраст, пишут нам. То есть надо было выглядеть соответствующе. В сорок это дядька в пиджаке и в шляпе. В пятьдесят пять женщина это бабушка в бесформенном балахоне в стоптанных тапках. Сейчас грань стерлась и стандартов нет, пишет Александр из Москвы. Так это прекрасно, Саша. Да, а стандарты-то кто придумывает? Вот именно. Да, и самое главное, для чего их придумывать? Для чего? Ну, для чего тут мы можем допустить определенное участие государства в жизни индивидуума? Да. Ну, вообще, чтобы было удобно контролировать всех. Контролировать, на группы разделять, соответственно, социальные программы подстраивать. Я помню ужас моей молодости, где были встречи тем, кому за тридцать. И танцы тем, кому за тридцать. За тридцать никто уже не танцевал. За пятьдесят все. За пятьдесят куда? Вот, бесформенный балахон и стоптанные тапки. И сесть где-нибудь на заваленке в деревне. Да. Нет, ну вот клуб, это даже клуб для тех, кому за тридцать. А вот что, за тридцать уже все? Все. Отрезанный ломоть? Все. Все прошло? Уже нужен клуб. Ушла любовь, завели. Да. Ну, потому что сами уже ничего не могут, только клуб поможет. За тридцать, вы представляете? Ну, а смотри, вспомни, Москва слезам не вели. Вот там как раз. Ну, вам-то мы поможем. Ладно, есть у меня тут специальный запас. Вы же меня совсем к старушкам перевели. Там же одни бабульки говорят, а вы что ж, к молодежи хотите? Да? Вот это все про то же самое. А как тогда, извините меня, рассматривать те же самые браки неравные, когда разница в возрасте попросту огромна? Она это общество прищуривается и говорит, ну ладно, это исключение. Это такое исключение. Это извращение. Да, или если девушка, жена моложе, то это, скорее всего, вопрос денег. Вопрос денег, да. Однозначно. А у того сейчас сидена в бордову без вебро, да. А у этой деньги. А вот если наоборот, кстати, вот сейчас очень стало много пар, у которых сильная разница в возрасте, вот в обратную сторону, когда женщина старше. Вот мне кажется, что это даже какая-то тенденция, потому что вот посмотришь, как будто бы таких пар все больше и больше становится. И уже никого не волнует особенно это. И уже как-то все так даже не хмыкают. Ну и что? Ну, при этом мы наблюдаем, вот я не знаю, я как-то отмечу, но я наблюдаю в обществе все-таки большую толерантность к людям старшего поколения, в том смысле, что когда они появляются в, казалось бы, нетипичных местах, ну вот я вижу нашего слушателя, я понимаю, о ком идет речь, мы, так сказать, с ним лично знакомы. Вот он, я дед со своей бабкой, недавно посидел сет Паши Кириллову, да, сходил. Это был полный восторг. Это действительно так. А отношение к этим людям становится более спокойным, свободным. То есть уже не воспринимается, как человек с сединами, пришедший, я не знаю, там, на танцпол куда-нибудь, на электронную музыку, как нечто такое вот рудиментарное. Нет. Уже нет. И мало того, уже больше восхищения. Конечно. Чаще можно услышать восхищение этими людьми. Возьмите парк Горького, там каждый вечер, не знаю, каждый вечер каким-то там танцуют. Да? Причем кто как умеет. Там ни площадка, ни выставка для твоих умений. И танцуют люди иногда совсем не молодые, да, ну вот по количеству лет прожитых, я не имею в виду. Но душой они, они так же танцуют, как танцевали всю свою жизнь. Им в кайф, это им в радость. И никто, по крайней мере в сообществе, которое туда ходит, да, никогда не слышно, что, ну вот, хотели потанцевать, пришел, там, я не знаю, да, дом престарелых. Не мешает. И все испортил. И все испортил. Нет, отношения, наоборот, с восхищением, потому что вот те, кто устремлен вперед, они любят жизнь. И когда они видят примеры, что есть люди в том возрасте, когда уже, может быть, и не очень просто двигаться, да, и, причем совсем, да, за 70, под 80, но которые приходят танцевать ритмично под музыку, как умеют, они видят себя, что я тоже смогу, а может быть, я сейчас начну в свои 40 заниматься собой, и тогда я еще дольше смогу это делать. То есть идет какое-то вот такое вот яркое проявление любви к собственной жизни, чего у нас, к сожалению, в нашей вот повседневности, ну, почти нет. Мы не очень любим свою жизнь. А это может быть как бы последствием, ну, общей тенденции, как вот в Европе, что, в принципе, Европа стареет, да, и она уже постарела, в принципе, и мы тоже следом за ним. То есть демографический кризис, демографическая яма, молодежи меньше. Больше, естественно, людей уже пожилых, ну, и надо же как-то жить-то эту жизнь, в конце концов, даже таким людям, и как бы люди, наверное, учатся получать с нее удовольствие и принимать себя такими, какими они. Именно учатся, процесс только запущен, потому что обычно говорят доживать. Даже в быту говорят, да, ну что вот, с работы уволилась, на пенсии, ну, теперь буду доживать. Да, внуки выросли, все. Да, и это чудовищное слово, да, ты живой, пока ты, даже в последний день своей жизни, ты еще живешь, ты не доживаешь, ты все равно продолжаешь жить. И вот это потихонечку начинает к нам приходить, что очень-очень радует, потому что действительно противоречие между ментальным, психологическим возрастом и возрастом, который обозначен в документах, он бывает колоссально разным. И вот я думаю, что если мы даже среди своих знакомых проведем опросы, или даже просто на улице, сколько тебе по твоим ощущениям лет, то это будет всегда несоответствие тому, что написано в документах. И это очень здорово, потому что это нас выводит именно на философское отношение к жизни, на то, что счастливым можно стать в любой момент своей жизни. Не важно, что у тебя там написано, а важно то, как ты этого хочешь, куда направлено твое внимание, куда направлена твоя энергия и какие вызовы ты перед собой ставишь. А по сути дела мы это делаем всю жизнь. Почему надо прекращать в определенном возрасте это делать? И вызовы, и энергию, и есть... Тем более достаточно включить тот же самый пресловутый YouTube, чтобы найти любые практики, которые поддержат твое здоровье. Вообще любые. Даже вредные. Даже вредные. Чего угодно там можно найти, но выберите, что нужно вам. И можно поправить свое здоровье, свой тонус, занимаясь. Но нужна регулярность, привычка, занудство вот этого. Дисциплина. Дисциплина. И в конечном счете, скорее, чаще, конечно, чем вот эти позитивные вещи, слышишь жалобы. Ну, это хорошо там молодым-то. А здесь ноги еле ходят. А здесь еще что-то такое. А здесь еще как-то вот тем, кому сейчас 40, услышьте этих людей. Начинайте сегодня. Да, начинайте сегодня не отменять огромную часть своей жизни. Вот подумайте, какие интересные цифры. Цифра, она никогда не врет. Мы с вами до 50 лет в осознанке проживаем лет 25. Потому что мальчики выходят в 25 лет из подросткового возраста, девушки в 24. Вот даже все, да, личность состоялась, сформирована. Вот, 25 лет осознания, да? А с 55 до 85, 30. То есть мы вот в том возрасте, на который навешан лейбл, да, пенсы, там, я не знаю, нафталины, там еще кто-то, они живут вот этот период, мы живем этот период дольше, чем период молодости. И вот одна только вот эта цифра, и все это после 50, а действительно людей старожилов появляется больше. Появляется больше. И таким образом мы с вами 30 лет жизни берем в себя и говорим, доживать буду. Пенсии, все, я на пенсии, и чем заниматься, не знаю, да? И вот эта тоска зеленая, как определиться, чем мне заниматься дальше, и ощущение, что уже бесполезно. Потому что все надо было делать в молодости. Да нет же, прямо сейчас можно. А я все еще в этом какие-то социальные подоплеки, а это вот не от этого ли у нас, что в Советском Союзе, так скажем, ну, в котором большинство нынешних пенсионеров там прожило большую часть своей жизни, считалось, что человек это такой механизм, такой винтик, да, который вот, пока он полезен, пока он на заводе там клепает какие-нибудь, я не знаю, гвозди или там что-то он делает, значит, он как бы нужен, а потом он выходит на пенсию, и все, про него забыли. Соответственно, как он себя чувствует? А у меня больше цели-то никакой нет. Я был рожден, чтобы, как бы, вот, делать гвозди всю жизнь. Вот это ощущение ненужности в социуме даже не близким людям. Можно быть нужным близким людям, но при этом чувствовать себя очень тяжело, да? Бесполезным. Бесполезным. А вот быть полезным в социуме, быть занятым, быть как бы сопричастным к чему-то большему, да? Человек часто хочет быть сопричастен к какому-то большому, да? И чувствовать себя в этом процессе важным и нужным. Вот как раз вот эта грань, если раньше это, ну, те же, да, в советские времена я прожила больше половины своей жизни, больше половины, ну, большую часть своей жизни, вот. Вот, и там действительно это было как вот, как рубеж пересекаешь. И после этого, после 55, всё, у тебя должен поменяться образ жизни. Ну, редко кто это преодолевал и выскакивал из этой необходимости. А вот что касается теперешнего времени, то быть нужным можно встроиться. Можно встроиться в волонтёрство, можно встроиться в какую-то важную задачу, которую решают другие люди. Активное долголетие, да? Да. Кстати, очень хорошая программа. Очень хорошая программа. Потому что нужна ещё и в какой-то момент смелость даже взрослому человеку для того, чтобы решиться встроиться в этот мир, сделать усилие над собой. Вот, Иси, а как ты относишься, Ирина, кстати, вот к распространённому сейчас на Западе? Это вот такие поселения или деревни 50-55 плюс. То есть это такие специальные анклавы, они выглядят как обычные коттеджные посёлки. Но купить недвижимость там можно с существенной скидкой, только если тебе больше 55-60 лет. Там своё комьюнити такое образуется, где живут только люди этого возраста. Вот у меня к этому двоёко отношение. У меня тоже двоёко, да. С одной стороны, как бы ты находишься среди своих сверстников, если можешь так выразиться, то есть у тебя есть схожие интересы, вы можете чем-то заниматься. На одном языке говоришь, да, на общности. А с другой стороны, это опять же те же самые сверстники. Молодой крови не видишь, свежего ветерка не чувствуешь. Не развиваешься и не обучаешься чему-то новому. Не встраиваешься в современный мир, остаёшься там. С одной стороны, хорошо и комфортно, что не надо ничего объяснять. Да, люди одного поколения всё понимают. А с другой стороны, да, а где вот это дуновение? Свежачка-то. Свежачка, да, вот где эта дурацкая молодёжь, да, безумная, радующаяся жизнь. Как подпитываться? То есть должен быть какой-то обмен. Я думаю, да. Как раз, наверное, важно, я не знаю, прийти в своём, там, не знаю, 60-летнем возрасте с голубыми волосами в парк горького танцевать и увидеть, как 18-летняя девчонка говорит, блин, класс, я хочу быть такой же в вашем возрасте. Да, да, да. Конечно. И такие анклавы всё-таки это так. Я думаю, что они могут убить, да, или притушить вот эту жажду жизни и попробовать что-то ещё. Повезёт, если есть какой-нибудь лидер в этом анклаве, который всех заводит и говорит, мы ещё молодые, а давайте-ка мы с вами рванём в горы, или мы ещё что-то сделаем, или, да, вот какие-то, какой-то движ такой устраивает. А если такого человека нет, и там все решили доживать, то это очень похоже на территорию доживания. Вот очень важно, как там внутри сформирован этот самый социум. И кого они приглашают, ну, например, к себе на концерты. Если это молодое, да, поколение, с их стилистикой музыкальной, или театральной, или игровой, какой угодно, то это здорово. А если там дух, всё закончено, да, и мы теперь вот здесь на солнышке только сидим, да, то это грустно. Ну, как сам дом представил, к самому по себе. Хотя современные платные дома престарелых, некоторые уже стремятся к какому-то, да, другому образу, так скажем. Но это ещё вопрос, ведь, такой культурно-философский. В нашей культуре, скажем так, к домам престарелых отношение одно, в западной культуре совсем другое. Там не считается зазорным отдать родителей в хороший именно качественный дом престарелых. И сами родители это воспринимают абсолютно нормально. Даже хотят. У нас спихнул. Да, у нас это всё плохо. Но это, наверное, всё-таки в разности условий как раз сказывается. Потому что там действительно комфортные условия, в которых как раз сформируется вот это вот комьюнити. Там свадьба и жилых людей. Которые кайфуют от жизни, занимаются какими-то своими делами. Я всё время Симпсонов вспоминаю в этом плане. Заметь, там дедушка как бы ему прекрасно в доме престарелых. Он иногда приходит и радостно уходит обратно. То есть получается не так уж и плохо осознавать свой возраст, но ещё лучше как раз-таки ощущать себя гораздо его моложе. И поддерживать себе это ощущение. Да, вот если ты очень верно заметила, есть момент осознавания, а есть момент чувствования. И вот эти вещи, как правило, расходятся. Но очень редко, когда они находятся в какой-то гармонии, есть некий внутренний конфликт. И я думаю, что чувствование в этом плане важнее, чем осознавание. Потому что осознавание цепляет за собой стереотипы общественные, стереотипы исторические, да, я имею в виду вот социальные. И цепляет за собой окружение и их мнение. А вот чувствование то, как ты чувствуешь. И ты чувствуешь только ты и никто больше. И вот чувствуй себя на здоровье, да. И, соответственно, из вот этого чувствования можно выстраивать и своё поведение, ну, конечно, без нарушения уголовного кодекса. Желательно, да. Всё-таки я с тобой зашёл уголовный кодекс. Береги себя. Да, во все тяжкие сейчас вот это вот всё начнётся, да, если что. Без нас новости под серебряным дождём. Новосёлого тайм. Лена Новосёлова, психолог, кстати, серебряного дождя. Но ты же ведь перезагрузилась. Я перезагрузилась. Собственно говоря, и тема-то ты сегодня возникла, потому что я своей шкуркой почувствовала, насколько всё неправда, да. Неправда про возраст, неправда думать и предполагать, как ты будешь проживать. А можно я чуть-чуть ссоры здесь бы вынесу? Я просто прекрасно помню, как Лена Новосёлова накануне этой поездки, мы когда отходили вот в приватных разговорах, как-то переживала. Говорю, ну вот, ну куда я вот сейчас вот... Она недели две, наверное. В своём возрасте. Не знаю, как поеду, вообще, как я это переживу. Там молодёжь одна, а я, значит, тут вот такая поеду. Нагрузкой и неприятными ощущениями для всех окружающих. И вот ты поехала. Я хочу, во-первых, поблагодарить всю команду про чувства Алтай, так называлась наша группа, всех, каждого лично. Нас было 19 человек за то, что вы дали это ощущение. И не было ни одного комплимента, который звучал бы так. Ну что ж, вы прекрасно справились для вашего возраста. Никто мне этого не сказал. Да, а просто было тёплое, удивительное общение. И, конечно же, все эти истории забываются про паспорт и про всё остальное, потому что, во-первых, у меня был личный вызов быть как все. И для меня это было очень важно, потому что иначе, наверное, я приехала бы сломленная. А помощь была такая же, как всем, да? И девочки друг другу помогали, и мальчики джентльменили вовсю, прям замечательно. И это вот был общий дух. И вот это настолько отодвигает тебя от мысли о том, как надо в мои 65. Я не знаю, как надо. У меня иногда такой чёрт вылезает, да, что мне хочется всякими заниматься вещами. И потом вспоминаю, да, зеркала-то будут моложе, но она совсем с ума сошла. Да фиг бы с ним, что сошла с ума. Потому что вот ты правильно говоришь, что вопрос смерти и жизни, он философский. Он даже не биологический. То есть никто ничего не знает. Ну как мы можем говорить, да? Нито ничего не знает. Есть этот сегодняшний день, и есть твой настрой. Вот либо ты настраиваешься на то, что ты живёшь. И вот эту неделю, которую мы провели на Алтае, это было такое ощущение живой жизни. И причём эту живую жизнь после подобных стрясок можно найти у себя в огороде. Да, потому что ты меняешь взгляд. Ты... Я зашла на 2200. В дождь, по водопаду, по рассыпухе, это вот когда вот этот обвал идёт, по скользким камням. И когда мы внизу стояли, я спрашивала нашего руководителя, я говорю, скажи, пожалуйста, это же мы туда не пойдём, там люди, да? Она мне сказала, да вообще не должны. И когда я поняла, что мы именно туда идём, я поняла, что это последний день моей жизни настал. Я просто туда не поднимусь никогда. Поднялась же. Это такое ощущение победы над состоянием уныния, состоянием неверия. Хотя, конечно же, понятно, что по физической подготовке я близко с 40-летними, тем более не спортивный человек. Поэтому, друзья мои, вот я с этим зарядом именно эту тему сегодня и хотела поднять. Потому что это ощущение, именно чувствование жизни себя зависит только от нас. Но тут ещё всё-таки важное окружение. Вот вы же правильно говорите, что вот люди, которые меня воспринимали так же, как у себя подобных, которые не выделяли там, не ухаживали как-то отдельно. Говорили, давайте мы вас сейчас пледиком укроним, подвозили. Подгоним, да. Это признак интеллигентности людей, которые там были. И такое ощущение, что сейчас действительно как-то общество стало лояльнее относиться к людям, которые не такие, как они, по всем меркам, ну, в том числе по возрастным, и принимать их как бы как должен. Ищите таких людей. Что значит окружение? А что окружение — это скалы или горы, которые нельзя обойти, перейти и найти из них выход. Ищите этих людей, они повсюду. Да, ну вот не зря нам как раз слушатель пишет, что сто лет уже не слышал, чтобы кто-то кого-то вот так вот по возрасту определял, да и не имеет уже данной фразы смысла в условиях нынешних реалий, думаю. Ой, вы счастливый человек, вы просто действительно, очевидно, так настроили свое сознание, поэтому вокруг вас нет таких людей. А я это слышу и на тренингах, и на учебных группах. То и дело, постоянно эта тема возникает. Может быть, она и у меня-то внутри вот эти две недели, пока я поднывала, да, как я пойду, это было как раз мои впечатления от жизни, от людей. Потому что я же ввязалась в эту историю, значит, какая-то внутренняя, да, моя вот это вот, мое чувство, мне это было «иди», а когда я в обратной связи, «оу». Поэтому, друзья мои, вот есть вы, да, ваш мир чувствований. Все остальное — это наносное и искусственное. Про возраст, про ограничения. У каждого из нас есть ограничения, да, физические ограничения. Ну, просто мы в теле своем находимся. Этим можно заняться. Это не стоит денег, это стоит только вашей энергии и желания. Особенно для женщин, да, правильно же говорят, что красота в пожилом возрасте — это вопрос лени или не лени. А вот смотрите, какое хорошее сообщение нам как раз в тему пришло. Мне 56 лет, пару лет назад сделала татуировки. Три! За ухом бабочку ярко-синюю, на руке в виде сердца из цветов и веточек и на ноге цветную медузу. После тяжелой болезни эти тату меня спасли. Одеваюсь ярко, но скромно. Это моя суть. Не люблю обыденность. Муж у меня консерватор, но, живя со мной, стал одеваться современно. Ощущаю себя на 28, ну, максимум 29 лет. — Прекрасно, супер, супер. Я знаю, что многие люди застревают именно в 30-летнем возрасте, 30-35. Застревают именно по ощущениям. — Ты видел аватарку? — Прости, я смотрю, мы сейчас смотрим на аватарку автора. — А, вот, да. — Ты скажешь, что здесь 56 лет, Тань? — В жизни бы не сказала. — Вот никогда в жизни не скажешь, что этому человеку 56 лет. — Вот сейчас ты что сделал? Ты соотнес свое представление с человеком, и у тебя получился некое приятное. — Приятное удивление. — Когнитивный диссонанс приятный. — Да, приятный когнитивный диссонанс. Значит, образ есть у нас у всех он есть. — Конечно. — У нас у всех есть вот этот сформировавшийся по миллиону разных причин из песчинок образ, что такое 60, что такое 70, что такое 50, ну и так далее. И вот это-то нам и мешает, стереотипичность, которая заложена, ну, собственным проживанием жизни и наблюдением за ней. Все меняется каждый день, мир меняется каждую секунду. — И мы тоже меняемся. — И мы меняемся. — Вот Александр нам тоже пишет из Москвы, немножко другая точка зрения. Мое мнение, что у старшего поколения была спокойнее старость именно после выхода на пенсию. Хватало материального обеспечения, например. Я сейчас понимаю, что, увы, в нынешних реалиях буду работать до смерти, чтобы жить в тех условиях, к которым привыкла и хочу, а реально хочется на пенсии отдых и наслаждаться жизнью, но, видимо, не у нас. — Вот это тоже большой вопрос, да. Мы уже говорили с вами, что наслаждаться жизнью человек очень сложно устроен. Когда нету вовлеченности в какие-то большие процессы, то наслаждение этой жизнью хорошо месяц, другой, третий, пятый, а потом ощущение пустоты. Состояние счастья, по крайней мере, в 19-м году, когда был всемирный опрос из 16 вопросов, есть такой опросник, что такое для тебя счастье. Так вот, пока еще его не проводили, а на тот момент это было сочетание удовольствия и цели. Вот когда мы говорим о том, что я скорее бы на пенсию, мы говорим об удовольствии, которое мне мерещится, что я буду бесконечно получать. Но если рядом с этим не будет какой-то вовлеченности в цель, то очень быстро наступает ощущение опустошения от удовольствия. Причем цели могут быть, я так понимаю, не обязательно какими-то глобальными, да, там, я не знаю, стать там кем-то вдруг неожиданно на пенсию. — Да просто отдохнуть. — Нет, ну вот ты отдохнул. — Так. — Ты утром просыпаешься и думаешь, в парк не хочу, гулять не хочу, ехать опять, даже у тебя есть деньги, да, вот у тебя есть на все деньги. Опять ехать к морю не хочу уже, да, а я хочу что-то делать. И вот тут и наступает кризис. — То есть цель должна быть определенной? — Многие, да, в огород уходят, и вот для них это цель становится. — Это цель, конечно, я сейчас выращу такие кабачки. — Накручу банок, и будем это все. — Да, 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 потом накручу банок, и как бы целый год вот у тебя вот эта вот история идет. — А за вкус какая будет цель, да. — А потом с весны уже начинать надо готовить рассаду, вот это вот все, да, это тоже же цель. — Да, это цель, это хорошее занятие, оно потому что дает результат, да, ну вот ты поставишь рассаду, у тебя вырастут вечно зеленые помидоры, да, вот что-то такое будет, я про свои помидоры, один раз сделала, больше не делала. — Вот, они у меня не растут. И ты начинаешь действительно вовлекаться в некий процесс, который имеет некую цель, за ним другая цель, все это собрать и законсервировать, а за ним потом угостить других, да. То есть это все равно процесс, а если это просто только в себя, удовольствие в себя, отдых только в себя, вы очень быстро почувствуете вот это вот ощущение пустоты. — Я думаю, мы же очень часто ругаем наших пожилых родственников, вот когда они как раз там, знаешь, вот бабуля собралась, да, вот эти вот котомки тяжелые, поехала на дачу, и все ее, бабушка, ну ты вообще с ума сошла, у тебя там давление, сердце, ты под солнцем, под этим, под пеклом, и не уложишь и не загонишь домой ни за что. — Так, получается, зря мы их ругаем. — Зря мы их ругаем. Это жизнь, потому что в ней есть цель и есть удовольствие. И чем дольше человек с этими банками на электричке, да, тем очень часто у него и тонус жизни другой, он добрее, он готов улыбаться, радоваться чему-то, делиться с другими, то есть он живет. — У него какие-то дела, ему что-то некогда, ему там... — Какой там помирать, ложиться, мне надо везде укроп. — Ну, есть, к сожалению, когда нам напоминает извне та самая жизнь, напоминает нам о возрасте. И вот, мне кажется, самый яркий пример. Самое обидное — это возрастной ценз при приеме на работу. Чувствуя себя в 63 бодро и энергично, но переехав в другой город, столкнулась на работу, не устроишься по специальности. Бухгалтер с огромным успешным опытом работы. То есть вот этот возрастной ценз как ставится, это значит, вот как приговор. Если ты в него выходишь, ведь очень часто при приеме на работу прям ставят такой ценз, и работодатели зачастую даже не понимают, что может быть лучше взять человека там до 40, а может лучше взять чуть-чуть за 40. Там уже будет и опыт, и не факт, что человек будет старо выглядеть, я не знаю. — Вот, я тебе и хотела сказать, а может лучше выглядеть, чем 20-летний. — Конечно, ведь иной 40-летний выглядит лучше, чем 20-летний, абсолютно верно, ты замечаешь. И вот эти возрастные цензы при приеме на работу, они же ведь несут очень психологически деструктивный момент. — Очень серьезный деструктивный момент, безусловно. Но а кто нам с вами сказал, что жизнь вокруг нас и другие люди будут устроены так, как нам хочется? Да, что нам вот по нашему заказу и нашему личному мировосприятию весь мир прям подстроится сразу, да? Ищите альтернативы, придумывайте как, да? Это сделать, это можно быть фрилансером, да, с той же бухгалтерией, это можно оказывать не одной маленькой, были большой фирме услуги, а взять 10 маленьких хпшников, ну я не знаю там каких-то, и делать эту работу, и продолжать работать. — И, возможно, еще не бояться, потому что вот хорошее сообщение тоже от Веры. Моя подруга решила справлять 50-летие в ночном клубе, к сожалению, это было больше 15 лет назад. Мы отнеслись к этому скептически, что мы там среди молодежи делать-то будем. Результат — наша компания уходила оттуда последней, нас просто уговаривали уйти. — Вот. — Вот. Попробовать надо, да? Вот пока не попробуешь, ничего не поймешь, потому что ты все время, вот, когда не пробуешь, ты пользуешься впечатлениями других людей, а не своими. А твои могут быть совершенно другими. Новоселова Тайм. — Ну что, я думаю, несколько смс-сообщений надо прочесть. — Да, хороших, тем более. Вот смотри, сразу два подряд сообщения. «Как сказала моя мама, ей под 70, если забрать у нее коровый огород, то она начнет думать о своих болячках», — пишет нам Елена. — Прекрасно. — И второе, следом же, сообщение. «Моей маме 86, она сажает огород, косит усадьбу, ходит в лес по грибы, по ягоды, огурцы и помидоры. Это говорит ее жизнь». — Правильно, правильно. А мы не хотим слышать, да? Мы думаем, нет, надо беречь, надо, чтобы не двигалось. — Она же старенькая, ей надо сидеть на заваленке и, дай бог, вот только куром там бросать зернышки. — Каждый человек лучше знает, что ему надо. Но мы не хотим этого слышать. Мы же правильные, мы же любящие, мы заботливые, и нам стыдно. Как это я вот не создал условия, где человек будет на отдыхе? А что такое отдых? Еще раз, да, говорю. Это же мысли о смерти, это размышления печальные, это оборачивание назад, поиск ошибок. Да бог видит, что там в голове может быть. А когда человек вылечен в процесс, он молодой. — 77 лет, работаю замдиректором по производству, стаж 55 лет. Ради интереса пошел на собеседование в мелкую фирму. Выгнали с сарказмом. — Ужасно. — Это вообще кошмар. — Конечно, это и смешно, но это и ужасно. — Это ужасно. — Эйджизм, да, это, по-моему, называется. — Конечно, вот эйджизм, а он ведь у нас присутствует очень сильно. Как бы ни декларировали все эти коммуникации, все равно эйджизм у нас вовсю. — Ну вот при этом, смотрите, Мария нам пишет взгляд с другой стороны. Мой личной опыт взаимодействия с бухгалтерами. 60 плюс лет — это проблема. Это долго, сложно, с причитаниями и недовольными лицами, часто с непрошными поучениями и воспитательными лекциями, а иногда и с необоснованными истериками. Бухгалтер до 40 легко, непринужденно, с улыбкой. — Я думаю, это просто конкретные люди, которые встречались в самом пути. — Конечно. — Ну, точно, точно. — Да, это очень индивидуальная штука. И в 65 женщина может весь так коллектив завести, что все начнет краситься, ходить на шпильках. А может утащить болото. А что, разве не может 30-летняя женщина, недовольная жизнью, утащить весь коллектив в нытье? — Ой, может, еще как. — Я таких очень много знаю. — Конечно, естественно. Но вот все-таки вот вещи связаны... С одной стороны, ведь опыт важен. В любой профессии опыт важен. Да, и чем взрослее мы становимся, тем большим опытом мы, так сказать, обзаводимся. Простите за рифму. Но с другой стороны, не надо в том числе останавливаться в плане восприятия свежей информации. Ведь очень большая проблема очень многих людей. Говорят, я опыт, я все знаю. Вот что вы мне тут еще расскажете? Это ведь вторая проблема. — Это огромная проблема. Мы закрываемся. — Конечно. Нам лень, потому что любое новое знание, ему нужно расчистить полку среди старых знаний твоих. Те выскакивают на автомате, а здесь нужно потрудиться. Поэтому можно прикрыться тем, что мне этого не надо, я и так все знаю, что мы здесь нового раскручиваем. Мало того, друзья мои, вот наше поколение, это первое поколение, которое учится у детей. Такого в истории не было. Обычно старшая передавала опыт младшим, да, и это все ушло. А теперь, ну скажите, кто из вас не орал во всю квартиру сыну или дочке? Да как же разобраться с этим банком-то? Как же его с приложением? Пойди сделай, научи. Я что-то нажала, и все пропало, как вот это классическое. Ну, кстати, тут есть проблемы и со стороны молодежи. Мы вот сегодня в основном только про пожилых людей разговаривали, но у молодежи же тоже бывают неприятные ситуации, когда, допустим, человеку в силу своих талантов, там, успешности, образованности, каких-то добивается высот уже в юном возрасте, а на него все смотрят вот так вот, с пищером и говорят, да, что ты знаешь в этой жизни? А он, может быть, правда умница, великая. Да, и знает много. Знаете, что получается? Значит, одну часть жизни, нам говорят, ты еще молод, молоко на кубах не обсохло, а вторую часть жизни поздно. Ты уже стар, куда ты лезешь. Ты всегда не подходишь. Это же не парадокс. В тебе. В твоем хочу. В том, что я хочу и делаю. И плевать мне на княгиню Марью Алексеевну, что она про меня скажет. Получится, я победитель. Но не получится, у меня и в 20 чего-то не получалось. Вот без фанатизма и своего хочу и уважения к тому, с кем ты живешь. Ну, и с кем ты общаешься. Собиная фильм «Стеннира, стажер». Там как раз показана эта проблема с другой стороны. Обожаю этот фильм. Там происходит обмен опытом между поколениями. Действительно. Весьма и весьма показательный в этой связи фильм. Но, кстати, о том, что раздражает молодое поколение в нас, мы уже знаем буквально через несколько минут. В рамках программы 20-40 Виктор Набутов, как представитель старшего поколения, будет разбираться с молодежью по поводу того, что же их в нас раздражает. Она тоже, мне кажется, не безинтересно раздражает. Может быть, что-то и выясним для себя нового, унесем. Какие раздражающие факторы мы приносим нашей дорогой молодежи. Очень интересно, кстати, всегда. Как у них там внутри-то, да, что-то происходит. Не только смех и радость мы приносим людям. Не только смех и радость мы приносим людям. Явно. Ну что ж, большое спасибо. Мы сказали, что Лена Новоселова, спасибо. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Лены Новоселовой, на ее сайте, где вы всегда найдете самые актуальные тренинги, которые могут вас сохранить, в общем-то, в здравом уме. Приходите, у нас весело. У нас нет ни джизма, ни еще чего-то. У нас хорошо. И, конечно же, оставайтесь под волнами, на волнах серебряного дождя. С вами сегодня были Татьяна Котина. И Андрей Осипов. Счастливого, хорошего вам дня, дорогие друзья. До завтра, друзья.